В социальном центре «Вера» можно не только встретить интересных людей и приятно провести время, но и получить новые знания, умения и творческое развитие. Важным направлением считается обучение работе на компьютере. Пенсионерка Александра Логинова рассказала, что познакомившись с компьютером, открыла для себя огромный мир новых возможностей и даже поучаствовала в областном чемпионате по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста, где с успехом прошла два этапа. В компьютере, в интернете всегда есть куда стремиться и всегда находишь для себя каждый день, каждый вечер, что-то новое, что-то очень интересное, что-то необыкновенное. Там можно услышать любимую песню, мои любимые стихи Ларисы Рубальской, например. Это же прелесть, как хорошо. А еще они общаются в социальных сетях, делают через интернет покупки, занимаются изучением иностранных языков и многое другое. Для некоторых компьютер стал проводником в прошлое. Виктору Федоровичу 88 лет. И память иногда подводит его. Но благодаря интернету он нашел информацию о своих молодых годах. Вспомнил товарищей и сослуживцев. Это 43-45 год. Я окончал ремесленные училища. Так. Вот. Выпускников посмотрел. Сейчас в век информационных технологий, когда буквально все переводится в электронный вид, умение пользоваться компьютером стало необходимостью. Пожилым людям обучение не всегда дается легко. Именно поэтому в Центре Вера подобным занятиям уделяют особое внимание. Стараемся обучить пользованием интернетом, в первую очередь, чтобы человек мог найти, посмотреть какой-то где-то адрес нужный, посмотреть справочную информацию. И также, безусловно, очень важно и актуально на данный момент это пользование порталом госуслуги. Это запись к врачу. Это возможность подачи всевозможных заявлений. И хоть уровень знаний и скорость обучаемости у всех разные, Юлия уверена, что если есть желание, то все получится. Она терпеливо занимается с каждым и всегда готова помочь и подсказать. Но также признается, что для более качественных и комфортных занятий в Центре не хватает современной техники и помощи волонтеров. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.